Меня зовут Федоров Михаил, я являюсь секретарем областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. С чего хотелось бы начать? К сожалению, мы подавали заявку на наш митинг в центр города, но администрация под надуманным предлогом, по якобы тем, что сейчас там происходят какие-то уже другие мероприятия, не согласовало нам центр города и предоставило эту площадку, где мы находимся сейчас. Но, несмотря на все усилия власти, здесь собралось огромное число народу, и никто не помешает нам выразить свое мнение. Согласны? Да! Очень приятно видеть, что, как я уже сказал, полностью заполнена площадь, и Тульская область поднимается против этой грабительской мусорной реформы. Уже прошли митинги в Кимовске, в Новомосковске, в Суворове, в Евгемове, и везде были полные залы народу. Зал забывался пятком, люди стояли в проходах. Также запланированы митинги во вторник в Богородинске, в Пятницу в Белеве, в Субботу в Донском, и митинги пройдут против мусорной реформы в каждом городе Тульской области. Мы, коммунисты, приложим все усилия, чтобы поворотить это мусорное ограбление. Теперь хотелось бы сказать несколько слов о самой мусорной реформе. С 1 января 2019 года в Тульскую область стали обслуживать региональные операторы, которые пришли к нам из Москвы. Это компания «Хартия», которая обслуживает Тулу, Киевский и Щекинский район, и компания «МСК-НТ», которая обслуживает всю остальную Тульскую область. Так вот, эти компании, мало того, что не местные, они приехали к нам из Москвы, так они ни во что не ставят права жителей нашей области. И это неудивительно, ведь компания «Хартия» принадлежит сыну Чайки, то есть Чайки-младшему, а компания «МСК-НТ», один из ее владельцев, это заместитель мэра Москвы Собянина, как раз по мусору некий господин Брюков, который сделал себе новогодний подарок и купил в Москве себе 10 квартир общей площадью 1000 квадратных метров. Только вдумайте, смотрите, цифры, 1000 квадратных метров. Так вот, мы проанализировали, какие же суммы мы теперь будем платить с Нового года по этой новой мусорной реформе. И что выяснилось, что жители Тулы будут платить 120 рублей с квартиры, а жители Узловой – 143 рубля, а отец-то живут в частных домах – 165. То есть, если раньше платили около 100 рублей с квартиры, то теперь будут платить 143 или 165 рублей с человека. То есть взять обычную семью – мама, папа, двое маленьких детей. Они будут платить 143 умножить на 4, то есть практически 600 рублей. А те, кто живут в частных домах – практически 700. Всем, я думаю, заметно разница между 100 рублями и 700. Причем непонятно, что так изменилось с Нового года, почему мы 31 декабря еще платили 100, а 1 января стали 700. Ведь компания МСК-НТ, которая обслуживает город Узловой, она пользуется теми же самыми мусорными контейнерами, она пользуется теми же самыми работниками, теми же самыми КАМАЗами. То есть, по сути, все осталось как есть, только с нас стали стричь намного-много больше рублей больше. Я считаю, что это обыкновенный гребеж населения. Согласны? Да! Более того, мы посмотрели, сколько же платят жители соседних областей. И выяснилось следующее. Тульская область и конкретно территория, которую обслуживает МСК-НТ, второе место занимает в России по стоимости вывоза мусора. Дороже платят только жители Ярославской области. Вся остальная Россия платит меньше. Выходит, что жители Узловой, Новомосковская, Кимовская, Белева самые богатые среди всех жителей России. Но это же неправда! Это просто позор этой мусорной компании МСК-НТ. Доволь ее! Доволь! 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 Более того, в этот тариф в 143 рубля вложено закупка мебели, закупка КАМАЗов, контейнеров, компьютеров, которым будет пользоваться вот эта пришлая московская компания. Получается, они пришли к нам в область без порток, с голой задницей. У них нет ничего за душой. Они просто будут в тысяч процент с нас, жители Тульской области. И этого допустить нельзя. И именно для этой цели мы сегодня собрали наш митинг. И последний момент, который хотелось бы отразить. Уже более года, сведомо правительство Тульской области, мусор из Москвы, возится на мусорные полигоны Тульской области, в том числе в Узловую, в Дубной, в другие места. Так вот, надо заявить всем, что мы не московская помойка. Если губернатор Тульской области сделал из Тула новогоднюю столицу России, то правительство региона в лице господина Ширина сделало из Узловой мусорную столицу России. Это позор, я считаю. Ко мне, я являюсь организатором сегодняшнего митинга, вот ко мне буквально полчаса назад подходили люди с прокуратуры и настойчиво просили прийти к ним. Якобы на меня поступило какое-то анонимное заявление, что мое сегодняшнее выступление может спровоцировать рознь по социальному признаку. Так вот, вот здание прокуратуры, я заявляю вам, я уже сказал вам это полчаса назад и скажу еще раз, мы не сеем никакую рознь. Наша цель это снизить мусорный тариф и избавиться от пришлых московских компаний. А те, кто сею межсоциальную и другую рознь среди жителей Тульской области, сидят в кабинетах в правительстве Тульской области и в администрацию города Узловой. Согласны? Да! Дорогие друзья, слово на нашем митинге подоставляются депутаты Тульской областной думы Алексею Лебедеву. В июле прошлого года, когда Тульская областная дума рассматривала вопрос, стоит ли повышать пенсионный возраст или нет, и все большинство стоящих из партии «Единая Россия» проголосовало за то, чтобы поднимать пенсионный возраст. Единственный депутат, который вышел на трибуну и сказал, что нет, повышать пенсионный возраст ни в коем случае не знал, был Алексей Александрович Лебедев. Давайте поприветствуем его и дадим ему слово. Добрый день, Узловая! Сегодня здесь собралось огромное количество жителей, неравнодушных. Я вижу очень много телекамер, я вижу даже люди по телефону, видимо, позвонив своим родным, близким, дают послушать то, что происходит сегодня на нашем митинге. Давайте еще раз скажем, нет мусорной реформы! Нет мусорной реформы! Нет мусорной реформы! Нет мусорной реформы! Товарищи, действительно, получилось так, что в июле оказался я единственным из депутатов, кто вышел на трибуну и сказал, что нельзя поднимать пенсионный возраст, и голосовал против повышения. Вот и сейчас, 31 января, на заседании областной думы, когда обсуждалась повестка, что, какие будут рассматриваться вопросы, я предложил, давайте рассмотрим от областной думы обращение по поводу необоснованно высоких тарифов, потому что тарифы просто драконовские. Везде идут народные возмущения, сказал я депутатам. Давайте включим повестку дня и рассмотрим этот вопрос. Что вы думали? Не включили? Большинство голосов депутатов от правящей партии заблокировали и не включили повестку дня. Не захотели, не стали обсуждать. Мы идем по пути митингов. Если они в своих кабинетах власти боятся и не хотят этого делать, то мы идем по пути митингов. Митинги прошли уже в Суворове. Вот вчера в Новомосковске тысячи человек собралось. Там администрация поиздевалась над людьми и засунула в маленький зал. На 400 мест. Но люди стояли и в зале, и в проходах, и в фойе этого ДК. Люди стояли на улице, была огромная толпа. И сейчас я вижу здесь тоже много неравнодушных узловчан. Товарищи, мусорная реформа это не тариф и не сбор. Это по сути получается налогом. Потому что в одностороннем порядке нам с вами с 1 января квитанцию внесли огромную сумму. Кто раньше платил по 70, по 100 рублей, приходят квитанции по 700, 1000. В Суворове мы проводили митинг, подошла женщина, говорит, у меня зарплата 15 тысяч, показывает платежку 1800. Вот как ей жить? Получается, это что, вторая квартплата? Или это налог, который ввели в одностороннем порядке? Поэтому, естественно, люди не могут этого терпеть. Нет денег больше у людей. Вы залезли в карман настолько, что своей рукой пробили дыру в кармане у людей. Поэтому люди возмущенные выходят на площади, приходят в ДК, где в ДК не согласовывают митинги. Здесь посмотрите, и пожилые, и молодые, и средний возраст. Абсолютно все слои, категории населения. Приехали люди на машинах, пришли пешком, чтобы выразить свой протест. Давайте еще раз все вместе. Нет мусорной реформы! Нет мусорной реформы! Нет мусорной реформы! Нет мусорной реформы! Товарищи, с 1 января, помимо того, что пенсионный возраст и НДС подняли на 2%, бензин, отсюда все цены скаканули сразу вверх. Нам еще вот эту платежку принесли. Давайте, вот мы разобрались. Давайте сейчас я вам доложу, как вот формируется эта плата в платежках. Формируется она из двух показателей. Первый показатель – это норма накопления твердых коммунальных отходов. То есть, сколько человек накапливает мусора, сколько он производит мусора. И второй показатель – это, собственно, сам тариф по вывозу мусора. Получилось так, что и норма накопления, и тариф, он получился выше в Тульской области, чем в других регионах. Кто это все установил? А установил это все региональное правительство. Именно региональное правительство. Чиновники сейчас пытаются вести людей в заблуждение. Говорят, что это федеральная норма, и нельзя ее никак уйти. Можно? Мы требуем снижения тарифа, потому что это установлено на региональном уровне. Вот беру за пример Орел. В Орле управляет правительством коммунист Андрей Кулачков. Так вот, они для своего населения сделали оплату 78 рублей. 78. А сколько узловой платят? 143 рубля. И нормы накопления в Орле – 2 кубометра в год на человека, а у нас 2,3. А для жителей частного сектора – 2,25-2,65. Тоже больше. А почему в Орле такие же люди живут, такая же абсолютная область, как у нас? Только они там сделали меньше для своих людей правительства коммунисты Кулачкова, а здесь правительство Единороса Шерина сделало выше для людей. Позор таким действиям. Они что, считают, что мы все глупые люди? Вы понимаете, ко мне подходят мои знакомые, друзья, соседи, говорят, ну что это такое, как нам жить? Ну нет денег у людей платить. Вопрос стоит в том, что нет у людей денег платить за эти мусорные поборы. Поэтому мы требуем снизить эти тарифы. Сделать их, как они были раньше. Потому что, по сути, вот Михаил правильно сказал, ничего не поменялось. Пришли в регион два этих московских оператора. Хартия и МСКНТ. МСКНТ вот узловое обслуживает. Те же самые возят мусоровозы. Взяли на подряд старые спецавтохозяйства, старых подрядчиков, старые контейнеры, старые машины. Сверху туда прилепили свою дельту и выставили людям платежки. Почему? Деньги хотят заработать. Вот в том московске было собрание с жителями. И там женщина, которая представляет МСКНТ, говорит, а я вот собираюсь брать в лизинг КамАЗы. Так получается, проценты по лизингу они тоже решили на людей возложить. Они что, хотят свой бизнес запустить за счет простых людей, жителей Тульской области? Но это же воспутительно, правильно я говорю? Вот здесь новые камеры, пусть они снимают. Правильно, это возмутительно. Что вложили в тариф, разобрались, посмотрели. А в тариф вложено покупка сейфов, покупка мебели, обучение персонала, приобретение дорогостоящей техники, приобретение двух автомобилей Рено, Тойоты на марок бизнес-класса и 14 автомобилей Рено, Дастер. Спрашивается, они что будут, мусор в багажниках на Тойотах и Рено вывозить? Но это же издевательство над людьми, правильно? Правильно, в Новомосковске тоже пригласили этого регионального оператора. Задали ему вопрос. А вот у нас на какой-то улице, там по-моему, вахрушило. Мусор что-то не вывозится, контейнеры, площадки нет. А он над людьми издеваясь говорит, а я, знаете, не все адреса знаю, я вообще сам, говорит, из Калининграда, из Кёнигсборга. Привет, товарищи! Вот таких региональных операторов запустило сюда правительство нашего региона. Как проведет он конкурс, тоже непонятно. На каком основании две компании, не имеющие своей техники, не имеющие своего оборудования, зашли в регион. Ко мне вот разговаривал я, детский азарт, предприниматель, небольшой, средний бизнес. Они говорят, мы раньше платили две тысячи за вывоз мусора там со своей территории, а сейчас им заставляют платить восемь. Заставляют купить контейнер за сорок тысяч рублей. Или бери в аренду за четыре. И они сидят и держатся за голову. То ли людям зарплату выдавать, то ли контейнер у них на сорок тысяч покупать. Это безобразие полнейшее. Поэтому, товарищи, мы с вами должны вместе бороться с этими выпиющими, этими грабительскими поборами. Наша цель одна, снизить тарифы на вывоз мусора в Тульской области. Снизить эти тарифы. Чиновники сейчас пытаются увести вот этот весь протест и возмущение народа, увести его в сторону, заболтать людей. Я вот не знаю, было у вас в узловой встрече с представителями регионального правительства накануне нашего митинга? Не было, да? Ну, видимо, было, да? Потому что они везде перед нашим митингом устраивают встречи с региональным правительством. Они приезжают от чиновников и начинают людям объяснять, что вроде как все решено, ничего не выйдет. Ничего подобного. Мы должны требовать и будем требовать снижения тарифов. Потому что правительство региона может снизить, они обязаны снизить тариф. Это в его силах, это их постановление. Вот сколько они установили, столько и будет. Приведу пример Хакасию. Там тоже Коновалов, коммунист, управляет правительством. Они вызвали к себе регионального оператора. Он наполовину снизил тариф. Наполовину. Можно. Можно сделать. Более того, я вам скажу, что получается. Ведь мусорная реформа, это что значит? Это значит переработка. Как вот было, смотрите, в советское время. Что было в советское время? Ведь не было вот этих свалок, вонючих этих, зловонных свалок. Потому что несли стеклотару, сдавали. Были одинаковые бутылки, кефир, молоко, сдавали все в переработку. Букватора, метролом. Я сам пионером был, мы металлолом собирали. Кто больше, какая дружина соберет. И все сдавали на переработку. Пищевые отходы, шли на ферму, продали домашний скот и так далее. Все. А сейчас что происходит? И люди, кстати, в советское время на этом еще и деньги получали. Он принес, сдал, получил деньги. И не было. Была нормальная система. Сейчас разрушили всю эту систему, при этом в диком капитализме. Никакой переработки нет. Есть только зловонные свалки. Вот Батулы, эта свалка, городская, знаменитая. Каждый день мы в нее проезжаем, 9 этажей эта свалка. 9 этажей. Дальше. Они хотят еще вторую свалку там сделать. Не построить какую-то переработку, а вторую свалку. Они запланировали по территории Тульской области дополнительные вот эти сделать свалки. И вы вдумайтесь, рядом мыльная гора, вы знаете, городское кладбище, большое, тузское. Там лежат ветераны Великой Отечественной войны. Там лежат бессмертный полк. Там братская могила. Они взяли притык к кладбищу, запланировали сделать вторую свалку. городскую. Но это на безобразие форменное. Правильно? Правильно. Поэтому, товарищи, будем бороться вместе за снижение тарифов. Я как депутат коммунист, я возглавляю фракцию КПРМ в областной доме. Я буду на всех доступных площадках и везде этот вопрос обозначать. Но граждане должны собирать подписи. Чем больше будет подписи на имя Дюмина, губернатора, потому что правительство регионально подставляет губернатора Дюмина своими этими решениями. Чем больше будет подписей на президента. И президент Дюмина, и даже поправить это оторвавшееся от жизни, от реальности региональное правительство в лице единороса. Правильно? Правильно. Товарищи, спасибо. Никто не даст нам избавления. Ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Спасибо. Слово на митинге предоставляется жителю города Узловой КПВ Татьяне. Здравствуйте, уважаемые жители. Хотим вам рассказать, из чего состоит тариф этого мусора ТКО. Значит, сбор и вывоз, мы понимаем, что он не изменился никак. То есть контейнеры те же, машины те же все вывозят этот мусор. Захоронение ТКО, которое происходит на нашем Узловском полигоне, стоимость не изменилась. То есть в первой половине 2019 года, в первом полугодии, это будет составлять 75 рублей 10 копеек за один кубический метр. Во втором полугодии 2019 года он будет составлять 92 рубля 89 копеек за один кубический метр. Собственные расходы, которые вписали региональный оператор нам в тариф, и заложили туда все, что можно, как только можно было умудриться туда это все заложить, и комитет по тарифам это все одобрил. Они заложили туда сейфы, контейнеры, офисную мебель, компьютеры, навигацию, системы ГЛОНАСС, стоимость и стоянку автомобилей, страховку автомобилей, обучение персонала в количестве 71 человека в год, служебные командировки. Они умудрились заложить туда 31 единицу техники, и еще не приобретя ее, уже заложили туда тариф на ее ремонт. Мы будем оплачивать все. Тут же они, значит, в этом МСКНТ будут работать 326 человека, которым мы будем платить зарплату. Из них 178 человек средней зарплаты 31 тысяча рублей. Это работяги, то есть водители, грузчики, обслуживающие персоналы, ремонтники. И 148 человек это управляющие административный корпус, которые заложили себе зарплату, 39 тысяч 371 рубль. И мы должны это все им оплатить. Мало того, они заложили в тариф ликовые автомобили 14 Рено Дастеров и 2 Тойоты Камбри представительского класса. На наш вопрос председателю комитета Васину Дмитрию Анатольевичу мы спросили, почему именно эти автомобили? И мы получили следующий ответ, как мы поняли, что разведчики из МСК-НТ будут искать несанкционированные свалки на 14 Рено Дастеров. А 2 машины представительского класса они будут участвовать в передвижении руководящего состава МСК-НТ. И нам было озвучено так. Ну а что вы хотите? Ну ведь же директора должны ездить на престижных машинах. Но мы считаем, что они покупают себе хоть Бенкли. Почему мы, жители, должны оплачивать выгоду региональных операторов? Почему должны за это оплачивать все мы? Также в тариф входит обработка и обезвреживание ТКО. Обработки у нас нет. Это сортировка. У нас нигде не построено никаких заводов. Обезвреживание это переработка. И эта переработка уже включена в цену товаров, за которые мы платим, когда покупаем в магазине. То есть фактически нас заставляют оплачивать еще один налог. Также в тариф входит норматив накопления. Кто, когда, где его рассчитывал, мы не понимаем. Потому что кто и кто как рассчитал, что один житель с многоквартирного дома образует 414 килограмм отхода в год. А житель частного сектора 474. И еще один момент. Почему они не хотят переходить именно на разделе сбор мусора? Президент 31 декабря 2017 года подписал приказ о том, что Россия переходит на разделе сбор мусора. То есть и указал в этом законе о том, что каждое домовладение без получения лицензии имеет право собирать и продавать это вторсырье. Что заставляют делать нас? Нам заставляют делать то, что мы дома должны поставить несколько ведер, накидать туда вторсырье, отдать региональному оператору, он это сдаст. То есть получит за это какую-то копейку, и мы еще ему оплатим, не пойми за какую деятельность басословно огромные тарифы. теперь еще хочется поговорить о том, что, значит, нам говорят как, что подпись этого договора, она является обязательной. Ребят, нет. есть в законе гражданском кодексе такая статья 445, где есть определенные исключения, что мы должны подписывать, но публичность договора не входит именно в эти исключения. И обосновываясь на том же гражданский кодексе, пункт 1 статьи 421, что юридические лица свободны в заключении договора и принуждение к заключению договора не допускается. И также в этом же гражданском кодексе в статье прописано то, что мы должны заключать именно письменный договор. Вот мы немного стали анализировать и искать информацию о том, а как же МСК проводит, ну она же обслуживает Носковскую область. И мы нашли интересный факт. Например, отходы там, они сберяются не в кубических метрах, а в тонах. И понимаем мы почему то, что в кубических метрах нам навахать можно лучше жителей. В другой момент, они платят за квадратный метр. И стоимость у них один квадратный метр вырабатывает у них 0,10 кубических метров в год. То есть у них там получился повышение, как и говорил президент, не более 5%. еще момент. У них там платят в Московской области по районам. То есть у них ничего там не усреднено, ничего у них там это все как у нас полностью по региону. То есть получается какая ситуация. Москва возит на мусор, тарифы у них не изменились, а мы живя на помойке должны платить такие огромные деньги. Мы все знаем, что с осени 17-го года у нас тянут Москву. И Москву тянут в огромных количествах. Завалили полностью весь полигон. Обращались и прошли все круги Адома, куда только не обращались. Нигде ни в одном, ни в правительстве, нигде ни одни надзорные органы нам не подтверждают и не опровергают того, что идет Москва. В разговорах они говорят, нет, Москва не идет. Москва не идет. Завалили полностью весь полигон. Что хотят сделать сейчас они? Они в 17-м году господин Кошин, который является руководителем действующего полигона, открыл фирму, обозвал ее ООО региональный оператор Восток и взял в собственность землю 31,5 гектар. Вот тут другой вопрос к нашей администрации депутатов никто не присутствует здесь из них? Скорее всего нет. Без они взяли и перевели земли из сельхозназначения в промышленные как они говорят, цитирую, индустриальный комплекс по обработке утилизации размещения ТКО. Что входит в этот комплекс? Туда входит сортировка, мы понимаем, что это как будто ангар, где будут люди сортировать мусор и полигон на 300 тысяч тонн в год захоронения хвостов. И тогда возникает вопрос, это какое у нас из районов начнет тагазить? Они завалили сейчас полностью, они указывают в документах именно по кадастровому этого участка о том, что указывают дальнюю точку расположения, они указывают что этот полигон будет находиться на расстоянии 2 километра 100 метров от деревни Большая Росошка дом 16 но не говорят о том, что третья шахта Бруснянка находится рядом что происходит у нас с действующим полигоном у нас оказывается мы делали запросы в Роспотребнадзор везде мы писали мы получали одни отписки о том, что полигон прошел все заключения положительные действующие мы понимаем что это не так мы начинаем опять писать опять биться в итоге были разработаны внеплановые проверки и оказывается что нарушений полно ограждений нет без барьера нет включали общественные организации которые включали в свою работу смотрите еще момент какой нам нужно еще требовать почему нет отдельных квитанций объясню почему объясню почему они сделали так чтобы не стали все в одну квитанцию потому что люди у нас многие ничего не знают когда приходят квитанции люди думают как что сейчас мы вычеркнем регионального оператора оплатим то что остальное и все и будут спать спокойно но люди не знают о том что эта сумма разобьется на регионального оператора как только на счет регионального оператора попадет копейка тем самым мы согласимся с их предложением и попишем договор конкурентными своими действиями они это и сделали умышленно чтобы люди так оплатили а вы мы будем платить в моем жизни так в ходопе поставите региональная оператора около того Потому что человек живет практически в одном месте, но у него есть еще собственность, да? И с какого-то перепугу мы еще как собственники должны платить еще и за то. То есть нас принуждают платить крайные тарифы, крайные двойные тарифы. Мы задали вопрос такой региональному оператору. А что он сказал? Ну вы собирайте, значит, все справки, документы, приезжайте к вам, к нам в офис, будем разбираться. Ребят, значит, региональный оператор где-то нарыл, законно, значит, платежки он нам тут разослал. А теперь, чтобы показать что-то, мы должны тратить свои деньги, свое время, свои деньги, чтобы доказывать то, что есть. Другой момент. Задал я такой вопрос по поводу того, что, ну у нас на самом деле есть такие населенные пункты, деревня, где у нас в муниципалитете дороги не делают. Ну нет, у нас денег, чтобы тут жили. Нищие мы. То есть люди своими силами, свои средства спадают в дорогу, да? Я ему говорю, представьте, лето, а летом, где температура выше 50 градусов, вы обязаны вывозить ежесуточно мусор. И вот представьте, это тоже неделю. Вот раз мусоровоз проедет, два, что торопиться остается. То есть вы своими действиями людей подвергаете опасности здоровья, жизни и мужества. Если, не дай бог, какая чрезвычайная ситуация, дома не погибли, никакие остальные службы. Знаете какого? Он посмотрел так на меня, таким прям взглядом, таким умным, недоумным. Не знаю, как ему говорят, а мы будем есть. Вот и все. Они будут есть, понимаете? Я им все-все сравнил. Опять. Мусор-реформа, потому что, да, она хороша, но она не доработает. Почему, значит, поэтапный переход к этой реформе, то есть спали-спали, вот 1 января, когда 19-го года СССР не вступает. Приглашение у нас еще такое. Внести резолюцию о создании рабочей группы, именно общественной, не административной, а именно общественной. Чтобы контролировать эту мусорную реформу. Кто ей желающие? Пожалуйста, подходите, давайте вместе как-то решать все это, потому что... Ну, ну, надо просто быть активичным. Когда нас мало, то мы не сможем ничего сделать. Расход собственных нужд регионального оператора Московской области включил только на один год. Там нет того же... Ютуб-канал. А нас они принуждают выплатить пожизненно. То есть мы каждый год будем покупать им Реналдастер 14 штук, где Тойота, Камри, обслуживать их. А то, что прибыль они будут получать, они будут вложить себе в карман и пустим. Спасибо. Офисом СКНТ находится... А, наш, нет, к нам подойдете, у нас офиса нет, мы общественные... А, Тула, Софьи, Перонский, 4. Дорогие друзья, когда вот люди сейчас подходили на наши митинги, многим раздавали газетки в красных накидках молодые люди, якобы от имени коммуниста. Вот такую газетку фаршивую, там написано, там льется грязь на коммунистическую партию. И основная тема вот этой газетки о том, что надо платить, и то, что если не платить, там чуть ли не из квартир вас не вышли. Так вот. Эта газета к коммунистическому не имеет никакого отношения. Это все политзаказ партии «Единая Россия». Они специально ее выпустили, чтобы запутать народ. Вот. Эту газету я ее... Сейчас вот со мной и выброшу, она здесь не нужна. По поводу платить, не платить, я скажу так. Я сам платить не собираюсь. И что хочу сказать. На Московске, по нашим данным, только 30% населения платят за вывоз мусора. Так вот. Чем меньше население будет платить, тем, соответственно, меньше будет походов на ЭМС-Канте, и тем быстрее нас валят из нашей области. Поэтому я платить не буду. Слева на митинге предоставляются представители Совета ветеранов города Узловой, Лапина Нина Михайловна. Мы все жили в чистоте и порядке, а сейчас все наши сталинские посадки завалены мусором, потому что за мусор все требуют деньги до свалков. В Москве свалки аннулируют. Вы помните, по телевизору нам показывали, какие свалки у Москвы, и как люди стали там задыхаться, и эти свалки из Москвы стали перевозить по хорошей дороге Москводон к нам под Узловую. Я посчитал один раз, штук 15 КАМАЗов прошло из Москвы, у меня там недалеко дача, в зело Петровское, туда высыпали мусор. А рассушка, она вот рядом. Хватит нам химии, которой мы тут дышим. Хватит нам радиации, которая на нас напала. Вот, я хочу, чтобы вы, люди, не слушались и не выполняли их эти указы по грабительским реформам. Совсем нас ограбили, за маленьких детишек собирают деньги по телевизору, нечем лечить. Такая богатая страна. Вы только подумайте, сколько у нас метр, какие богатые. Граждане Узловчане, я вас призываю, ни одного голоса Единой России, долой тех распорядителей, особенно Шерина, который возглавляет тарифную систему в нашей Тульской области. Спасибо вам за внимание. Не платите за меня. Дорогие друзья, мы сейчас примем резолюцию нашего митинга. После резолюции мы продолжим выступление. Еще много запланированных выступлений. Так вот, резолюция нашего митинга президенту Российской Федерации, Путину, губернатору Тульской области Дюмину. Мы, ниже подписавшиеся, возмущены резко завышенной стоимости услуги по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. Не обоснованность завышенным нормативом накопления ТКО. Отсутствие мусороперерабатывающей инфраструктуры, обещанной нам инвесторами. И требуем немедленно остановить проведение мусорной реформы на территории Узловского и других районов Тульской области. Правительство Тульской области еще на этапе обсуждения новых правил обращения с отходами проигнорировало необходимость проведения широкой общественной дискуссии. Чем подготовил в Тульской области социальный взрыв, сопоставляя позицию руководства других регионов России, отложивших мусорную реформу, с действиями правительства Тульской области становится очевидным нежелание чиновников слышать волю народа и опираться на мнение большинства потребителей коммунальных услуг. В связи с чем мы вынуждены обратиться к президенту России и губернатору Тульской области с настоятельными требованиями, пересмотреть тарифы на вывоз и утилизацию отходов в сторону двукратного уменьшения, вернуться к ценам 2018 года, запретить повышать тариф выше размера официальной инфляции, на время пересмотра тарифов и нормативов удалить из квитанции услугу за вывоз мусора, передать перенамочия по определению норматива накопления органам местного самоуправления, перевести жителей сельской местности на договор на вывоз отходов по мере накопления, предоставить льготы по тарифам инвалидам и детям войны, предоставить подробный отчет, на каком основании в Тульской области были установлены одни из самых высоких тарифов в Центральном федеральном округе, в Орловской, Калужской, Липецкой и других регионах страны тарифы в полтора раза ниже, чем в Тульской области, предоставить подробный отчет, на каком основании в Тульской области были выбраны действующие региональные операторы, которые работают как обычные посредники, поскольку взяли на себя подрядные организации, которые вывозили отходы до мусорной реформы. Вместо частных компаний создать государственный, единый региональный оператор. Уже почти год мусор из Москвы, с ведома правительства Тульской области, везут на мусорные полигоны Тульской области под Узловой, Дубной и другие. Чиновники обсуждают возможность увеличения мусорного потока из столицы. Поэтому мы решительно требуем немедленно прекратить вывоз мусора из Москвы в Тульскую область. Мы требуем отправить в отставку дискредитирующую себя перед жителями региона и не справившись со своей работой бездарное правительство Тульской области под руководством единоросса Валерия Шевина и сформировать правительство народного доверия. Мы просим губернатора Тульской области назначить вместо единоросса Шевина председателя правительства Тульской области, депутата коммуниста Алексея Лебедева, которому мы доверяем, чтобы он сформировал новое правительство региона, правительство народного доверия, которое защитит жителей Узловского района и всей Тульской области от антинародной мусорной реформы. Согласны? Кто за то, чтобы принять данную изолюцию? Прошу поднять руки. Против есть? Поддержавшихся нету. Принято единогласно. Дорогие друзья, все эти требования мы оформили в подписной лист. Все те, кто хочет оставить подпись свою, взять подписные листы, чтобы собрать подписи со своих друзей, знакомых, соседей, коллег на работе. Подходите к нашему столику. Чем больше подписей мы соберем, тем больше шансов, что мы свернем шею этой антинародной мусорной реформе. Слово на митинге предоставляется секторю областного комитета комсомольской организации Ефремовой Анастасии. Здравствуйте, жители Узловой. Вчера митинг прошел в Новомосковске. И жители Новомосковска заявили о своей солидарности, о своей поддержке всех жителей других районов нашей Тульской области и других областей нашей страны, которые борются с антинародной реформой. Я хочу, чтобы вы помнили, что мы непобедимы только когда мы едины. Вот сегодня, я думаю, больше гораздо узловчан должны были прийти на этот митинг. Но мы будем говорить о том, что против пенсионной реформы было еще меньше народу. То есть мы просыпаемся. Я вам хочу сказать, что в Министерстве природных ресурсов считают, что жители Узловой согласны с тем, что у них будет строиться новый полигон. И сказали, что у них нет никаких данных о том, что вы против. Поэтому я вам об этом сообщаю, если вы вдруг не знали. Оказывается, этот полигон, который будет у вас строить, прошел процедуру общественных обсуждений. В чем выключалась процедура? Информацию о том, что будет строиться этот полигон, производство технический комплекс, разместили в каких-то трех газетах, местная, региональная и, по-моему, федеральная. И плюс на каком-то сайте, где-то в подкладках, 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 я вот просто вижу здесь аудиторию, которая собралась. Вы все активные пользователи интернета, можете найти спокойно любую информацию. Так вот, никаких... Так было предложение. Если кто-то не согласен, у кого какие-то предложения, в течение месяца просим нам предоставить какой-то кабинет в администрации. И вы согласились. Никто не предоставил никаких протестов. Поэтому проект считается согласованным со общественностью. Вот мы вчера на Московске говорили о том, что то, что сейчас происходит, эти многотысячные митинги, которые собрались по всей нашей Тульской области, это и есть настоящее общественное обсуждение этой антинародной мусорной реформы. И про мусор здесь уже много сказали. Я позволю себе небольшое лирическое отступление. Вот нам предложили сегодня это место для проведения митинга. Я дончанка. Ну, согласовываем митинг в Донском сейчас. Нам предложили поехать на Бобрю гору, на фоне разрушенной водонапорной башни. Вот если мы обернемся здесь, то, в принципе, тоже уныние и разруха. По телевизору, в газетах нам печатают, как прекрасно мы живем, какая у нас экономика растущая. Здесь сквер благоустроили, здесь памятник починили, здесь плиточку выложили. Давайте обернемся здесь. Полуразрушенное здание, я думаю, о нашем царе помнит. Обшарпанное в ней румах, который когда-то ремонтировали. Вон сарай развалившийся. Ну и плюс-минус в неплохом состоянии милиции. На прокуратуру. А, на прокуратуру вообще, да, красавчик. Вот такое здание построили. Вот такое здание. Предполагалось, что будет очень много народу. Ровно поэтому вон там огромная перекапанная яма с палкой, нелепо обматанная сигнальная лента, что будьте осторожны, товарищи. Может что-то пойти не так, можете травмироваться. Спасибо большое администрации. Хочется сказать за наше счастливое детство, но за это прекрасное место, которое отличная декорация к всему происходящему в стране. Уныние. И у нас в кабинете истории над доской висела цитата. Я, к сожалению, не помню. Никто на цитату отлично помнит всю жизнь. У тех, кто не помнит уроков истории, нет будущего. Вот этот урок, который я, наверное, лучше всего запомнила. И здесь сегодня очень много органов полиции, я думаю, при форме, без формы, администрация, которая записывает наше выступление и потом будет анализировать. Вот я хочу напомнить, что 9 января 1905 года рабочие, трудящиеся в Москве, в Питере, собрались с семьями, с детьми, вооружившись тягами с Христом. Мы написали челобитную, пошли к царю рассказать, что царь-батюшка, живем мы плохо, грабят нас фабриканты и министры твои. Мирная демонстрация была расстреляна, как вы помните, кровавое воскресенье 1905 года. Испугали народ, не выходили больше на митинги. Но потом произошел 1917 год. И это, наверное, самый лучший урок, который вы должны извлечь. Люди приходят на митинги не потому, что им делать нечего, не потому, что они хотят кричать «Мы против! Мы против!» Потому что им нечем платить за этот мусор. Мы стали меньше есть, мы стали хуже одеваться. Зарплаты не растут так, как растут цены. Никто не повысил нам зарплаты с Нового года, но повысили абсолютно все. Вы видите цены в магазине, когда даже не говорили про дорогие продукты, просто как мы что-то с картошкой подорожали. Все подорожало. Поэтому я еще раз скажу о солидарности. Я не хочу, чтобы вы верили, что одним митингом мы все решим. Что вот собрались мы по всей области, выступили, разошлись, и все-таки, а, да, давайте поменяем. Нет, методический протест, методичный протест против этой антинародной реформы. Поэтому, если вдруг вы еще раз увидите приглашение на митинг, на собрание против этой мусорной реформы, пожалуйста, не ленитесь, приходите, берите своих друзей, коллег, семью, и приходите и говорите, я против, я не согласен. Спасибо вам большое. Мало кто знал про это собрание? Очень мало. Вот здесь дотронули, вот эта площадь разрушена. А вот скажите мне, житель узловой, глава района Терехов, как он работает? Устраивает вас? Нет! Что, согласны принять резолюцию, чтобы вот этого паркомистра узловой Терехова в отставку отправить? Конечно! Терехов в отставку! Слово подоставляется народному поэту Дмитрию Нестюенко! Здравствуйте! Ну, конечно, поэтом, наверное, меня называть еще рано, стихи я пишу недавно. Я такой же, как и все пострадавшие, гражданин от мусорной реформы, но скажу о ней, как умею. Сын к чиновнику пришел и спросил папашу, что присвоить бы еще в государстве наше. Всех друзей твоих родня чем-нибудь владеет. Неужели для меня не нашлось идеи? Расхватали нефть и газ, выплавку металла, вся промышленность у нас частной, личной стала. Гонят чьи-то сыновья лес китайцам, финнам. Ну, а чем же хуже я? Как пристроишь сына? Растащила ребятня, что кому по вкусу, и остался для меня только всякий мусор. Говорит ему отец, нет ни в чем предела. Ты, конечно, молодец, если ищешь дело. Только хватки деловой не хватает в этом. А подумай головой над моим советом. Можно бизнес создавать даже на отходах. Сколько прибыли собрать сможешь ты с народа? Повышай в разы тариф, вас тебя не тронет. На законы не смотри, мы же все в законе. А народ у нас простой, не дойдет до многих. Хоть на воздух мы с тобой с них возьмем налоги. Молодец! Ну, как говорится, шутки шутками, а на самом деле вопрос этот очень серьезный. С нас хотят содрать шкуру своими завышенными тарифами. Более того, с нас хотят три шкуры содрать. Потому что, смотрите, во-первых, существует так называемый утилизационный сбор. То есть при производстве упаковки, например, производитель отчисляет определенный процент от стоимости этой упаковки как утилизационный сбор, предназначенный для организации вот как раз переработки отходов. То есть получается, мы платим один раз в стоимости товаров, потому что производитель, естественно, это все заложит в цену и соберет с нас. Второй раз мы платим в квитанции за вывоз, ну, за обращение с ТКО. И еще вот такая ситуация, вот, например, меня она тоже коснулась, и я думаю, у многих людей такая же есть, или, ну, как-то к этому относятся. Получается так, что мне начисляют, вот лично мне на одного человека более 300 рублей. То есть 165 это как жильцу за вынос ТКО. И еще плюс к этому начисляют примерно столько же, как собственник уже в площади. На собрании, которое проводилось с участием представителей мусорщиков, вот этого ООО МСКНТ, нам обещали, что подобные спорные ситуации будут решаться, решаться в индивидуальном порядке, что все типа уладим. Хорошо, ладно. Я сначала им поверил. Позвонил на горячую линию, указанную в квитанции, офис, который находится в Туле. Мне сказали, значит, собирай справки, пиши заявление, приходи в свой местный офис МСКНТ, и вам там, ну, короче, все это пересчитают. Ладно. Ладно. Хорошо, поверил. Пришел в этот офис, говорю, вот так и так, такая ситуация. Объяснил. Говорят, ну да, вот собирайте, значит, с вас справка с места жительства, справка о том, кто прописан на жилплощадь, ну, вернее, кто проживает на той жилплощади, которую выявляете с собственником. Ну, там еще определенные документы собрать. Приходите, разберемся. Хорошо. Я неделю собирал эти справки, документы, пришел, а мне говорят, ну, ладно, собрал и собрал. Короче, вот смотри, там, 262-ое постановление, пункт 148 под пункт 36, собственник тоже платит. Соответственно, ну, собрал ты справки, ну, все равно ты будешь платить то же самое, больше 300 рублей. Я считаю, это плевок в лицо народу, простому гражданину. Они у нас уже отбивали. Обозрали, обживали. И вообще хочется сказать, что вот пока мы, то есть, сначала боролись против пенсионной реформы. Я, кстати, входил в состав инициативной группы, которую возглавлял Алексей Александрович. Но нам эту инициативную группу не дали зарегистрировать, то есть мы изначально у нотариуса зарегистрировались, но нас там перебили, короче говоря, сказали, что до вас зарегистрировали инициативную группу. Чиновники создали, подставили, можно сказать, народ, то есть сделали еще одну фальшивую инициативную группу. Потом, когда пришло время собираться в Москве, ничего из этого не получилось, потому что это их инициативная группа, как и по другим регионам, точно так же сделали, они не приехали. Поэтому референдум нам организовать не получилось. теперь мы боремся против мусорной реформы. То есть, понимаете, корень проблем, он не в этом, не в каких-то там мусорщиках, которые нам тариф поднимают. Проблема гораздо глубже. Понимаете, вот есть, ну как бы, есть такой термин биологический, но не только биологический, паразиты. Вот свое выступление хочу завершить тоже одним из своих стихотворений, позавчера написанным. Паразит. Судьбе, судьбе покоряясь, быть может, наивно играем с огнем. Здоровье пока не тревожит, легко забываем о нем. Иллюзии в том неизменном, что нам ничего не грозит, но стоит убрать гигиену, заводится в миг паразит. И жить полноценно мешает, немного приносит проблем, не только покоя лишает, но может убить насовсем. У каждого личные беды, но общество тех же кровей. В нем также живут дармоеды, от вшей до опасных червей. И в том основное коварство, что кто не создал ничего, прибрали к рукам государства, бесцельно жиреясь с него. А люди простые, забыты, они как ресурсы нужны. Грызут изнутри паразиты, иссохшие тела страны. Их сразу нельзя уничтожить, возможно, считаете вы. И правы. Но помните все же, что рыба гниет с головы. И всех призываю открыто, чтобы дальше не падать ко дну, понять, от каких паразитов важнее очистить страну. И еще от себя, от лица народа, хочу выразить огромную благодарность организаторам митинга, коммунистической партии, которая организует эти митинги по всей стране, которая борется со всеми антинародными законами, но, к сожалению, к сожалению, сейчас она малочисленно, по сравнению с нашей правящей единой Россией. И власть, имея административный ресурс, делает все, чтобы как-то препятствовать митингам, препятствовать вот этой борьбе за права народа. Спасибо вам большое. Спасибо. Слава подоставляется общественному активисту, жительнице города Узловаев, Федосееву и Егине. Здравствуйте. Я стихи вам читать не буду. Я вижу, что в основном пришли те люди, которые более взрослые и не участвуют в наших обсуждениях в соцсетях. И, может быть, многие даже не знают, что мы делаем, сколько мы ходим и обращаемся к нашей администрации по различным вопросам. Что я хочу сказать? Еще раз сделайте акцент на чем. Мы, как сказала недавно Татьяна, обратились к нашим депутатам и главе нашего муниципального образования Карташева Марина Николаевна, для того, чтобы у нас провели такое же собрание с представителями МСК-НТ, с самой Павловской, с генеральным директором, с Тульским правительством, и главное с комитетом по тарифам. Потому что то, что нам навязывают и то, что нам говорят, что это все неизменно и все обоснованно, это дикая чушь. И дело в том, что вот прошло уже три недели, мы так до сих пор не дождались ответа никакого абсолютно, что все-таки направил наше депутатское собрание, наши избранники, которые представляют наши интересы. И боюсь, что мы этого все-таки и не увидим, может быть, даже. Я к чему хочу это все сказать? Я призываю вас только к одному, самим быть активней. Не только, чтобы приходило сюда старшее поколение, но и сама молодежь подключалась, вступала в эту группу, которая сейчас будет контролировать деятельность регионального оператора. Если не мы, то за нас никто ничего не сделает. Администрация создаст свою группу, где они все опять одобрят, где у них все будет законно, ослушано, прослушано и все будет принято. Поэтому я еще раз каждому говорю, пока у нас сейчас есть возможность, подходите, запишитесь, пожалуйста, в эту группу, чтобы мы могли сами контролировать то, за что мы платим. У нас проблем много в городе, вы это знаете прекрасно. Кроме того, что у нас МСКНТ появилось, у нас еще есть и другие проблемы, и вода, и дороги. Но люди просто стали немного неактивные, безинициативные. Но нужно понимать о том, никто у нас ничего не делает, кроме нас самих. Поэтому, пожалуйста, сейчас, прежде чем расходиться, идти домой, вы подойдите, кто желает, кто хочет контролировать, за что он будет платить такие деньги. Потому что нам сейчас будут что говорить в нашей власти? НДС уберут от рехоператора и нам понизят тариф? Нет, так не будет. Даже если нам его понизят, это будет 3 копейки по сравнению с тем, как должно быть. Ни одна область не платит столько, сколько мы. Мы особо экономическая зона. У нас заявляются зарплаты не меньше 30 тысяч. у кого зарплаты тут не меньше 30 тысяч. У нас вообще такой нет. У нас 4 тысячи получают. Ну почему мы богаче всех и можем оплатить все, что они нам заложили? Я не буду повторяться, я просто вас прошу подходить, записываться и просто быть немножко активнее. скидку. Товарищи, вот про НДС прозвучало. Да, действительно, на уровне правительства прорабатывается вопрос, чтобы сделать для управления региональных операторов скидку по НДС. Слушайте, но до этого компании вывозили мусор и они не были ни на каком НДС. Это первое. А второе, эту скидку хотят делать за счет регионального бюджета. Получается, деньги будут из одного кармана в другой переложены. Вместо того, чтобы региональный бюджет вот эти деньги направил в социальную сферу, например, детям войны льготу выделил, о которой мы бьемся не первый год. Я законопластную думу внес, чтобы 500 рублей каждому, кто дети войны категории попадает, не принимают. Так вот, вместо того, чтобы из регионального бюджета помочь в социальную сферу направить, они сделают скидку для региональных операторов. И не факт еще, что региональные операторы сделают на эти 20%. Но, ведь в той же Орловской области, про которую я сегодня говорил, где 78 рублей, у них же тоже тогда будет еще меньше платить. Поэтому все это про НДС, это все очередная лапша. Мы требуем нормального, адекватного, полного снижения до того, как было раньше. Правильно? Да, правильно. Спасибо вам, спасибо. И мусор не возить к нам. Слово на нашем митинге предстоит жителю города Випковой, Елене. Пока она подходит. Пока Елена идет, я два слова еще скажу, я в своем выступлении не отметил. Сейчас везде пытаются давить, оказывать прессинг на активистов, которые борются против мусорной реформы. Вот, например, в Суворове неделю назад проходил митинг. Так вот, накануне митинга там был известный общественный деятель Суворовский Алексей Риттер битыми средь бела дня в 10 утра на него напали и его сбили. Алексей собирался выступать на митинге. Я отправил по этому выпиющему факту запрос к Генеральному прокуратуру, чтобы расследовали это дело. В Новомосковске, в Узловой тоже пытаются вызывать активистов в прокуратуру, правоохранительные органы, чтобы им сделать там предостережение, чтобы они не социальную рост не сеяли. То есть, пытаются их каким-то образом убедить то, чтобы они отказались от своих убеждений и перестали заступаться за народ. Я вам ответственно заявляю. По каждому факту вот таких неправомерных действий, если будут неправомерные действия в отношении активистов, если будет это все выходить за процессуальные нормы, я буду за каждого активиста вставать стеной. По каждому факту пойдут запросы, по каждому факту неправомерных действий. Будем защищать каждого активиста. Вот Ирина Федосеева выступила, правильно говорит? Надо вместе бороться с мусорной реформой. И если будут оказывать давление, будем защищать вместе с народом. Правильно? Правильно! Волнуюсь, ни разу никогда не выступала. у меня тоже был песен. Ну, вроде как бы все решили. Я, как и вы, обычно, то есть житель Туськой области, но именно я из Московской. И также я против грабительских тарифов. Кто готов платить вместо 60-90 рублей, да, сколько мы платили с одной квартиры, сейчас по 143 рубля с человеком. Почему? Почему именно операторы из Москвы? Почему не выиграли тендер нашей из Тульской области? Допустим, кто-то знал об этом тендере, никто о нем не знал. И, соответственно, ну, все. Проплодили, а нам платили на камере. Видите, боятся, что их всех посликнут. и почему после принятия данного работа работает та же техника, те же машины вывозят, стоят те же контейнеры. Все то же самое, те же люди работают, на те же полигоны. То есть нас уже собирают деньги, хотят собирать, но мы не будем считать, я думаю, правильно? Я считаю, что даст сначала построить завод, а потом собирают деньги, присматривать тарифы. Ну, в принципе, что вы сказали, добавить, наверное, больше нечего. Давайте просто не будем поодиночке бороться, нужно собираться вместе и что-то делать. Спасибо. Спасибо.